добро пожаловать на наши занятия по грамматике турецкого языка будем продолжать с вами начатое дело бороться с грамматическими формами узнавать новые и пытаться их применить на деле несколько занятий с вами мы уже разбираем наклонение мы успели разобрать повелительное наклонение успели разобрать долженствовательное наклонение желательно а теперь я хочу вам предложить условное наклонение условное наклонение очень интересное в использовании что значит условия ну во-первых прежде всего когда мы слышим условное наклонение сразу почек хочешь на ум приходят всякие условия если если я что-либо сделаю то есть если мы ставим кому-то условия сейчас минуточку туда то мы с вами будем добавлять брать основу глагола добавлять аффикс со или с и у нас получится определенное условие парам олса араба лыр если бы у меня были деньги я купил машину бабам из инверсия бен гиды если папа не разрешил я бы поехал как мы делаем берем основу смотрим последнюю в основе гласную букву и добавляем са или сэ яп если мы возьмем глагол яп мак корень у нас яп середине буква а поэтому добавляем мыса если у нас гельмек глагол корень у нас гель мягкая буква и значит мы добавим сэ гельсэ япсо гельсэ какие у нас будут здесь с вами личные аффикс здесь у нас будет добавляться личные аффиксы второй группы недавно в нашем телеграм-канале я поделилась всеми имеющимися группами большинство всех правил со временем с наклонением у нас относится к первой группе а вот прошедшее время и условное наклонение у нас относятся ко второй группе то есть здесь будут немножко отличные от привычных нам окончаний как звучит спряжение бэн яп сам если я сделаю цен яп сам если ты сделаешь у япса если он сделает без япсак если мы сделаем сис япсонес если вы сделаете и он япсалар и если они делают как вы видите зачастую я переводила со словом есть вот в данном случае использование условного наклонения подразумевает то что это если у нас уже заложено за счет этого окончания вот в должностовательном наклонении например у нас заложено слово должен должен обязан нужно необходимо а здесь у нас заложено слово если но все равно строя предложение с этим наклонением мы все равно иной раз добавляем слова и это если если я это сделаю какие у нас есть сейчас одну минуточку формы в отрицании в отрицании мы будем после основы глагола добавлять ма или ме и тогда у нас будет массам и месэм сейчас мы с вами пока разбираем классическую форму условного наклонения но условных наклонениях у нас есть разные типы есть условная модальность есть реальный тип есть нереальный тип что это за интересная форма сейчас по порядку с вами разберемся в отрицании что получается если мы ставим ма или ме то будет переводиться у нас если я этого не сделаю он у чайер массам крылыр мы то есть если я его не позову интересно он обидится хэр хафта пазара гитме сэн олму юр если ты не ходишь на базар каждую неделю то так не получается жить если ты рано не встаешь что у тебя не получается делать завтрак ну давайте теперь попробуйте хоть одно предложение по каждой по одному предложению сделать с утвердительной или отрицательной формы то есть какое-то условие что вот если как вы заметили здесь мы все время задаем что если то-то то вот это если это не делать то тогда вот так вот будет ну нет смелых например эркинге цик эти через если мы рано пойдем то успеем ну ладно раз пока тишина идем потихонечку дальше с этими условиями мы разобрать у нас есть особая форма условных наклонений со временем условия у нас мы уже раньше про это говорили когда использовали повелительное наклонение просто сан и сэн добавила получила по букву а укусан это если ты прочитаешь укус она получилась форма прочитай к получилась очень интересная форма которая образовалась в результате обнея условно-желательного наклонения мы добавляем здесь сана или цель это если мы обращаемся на ты и сан и за сэн и зе если мы обращаемся на вы ну то есть если мы с вами друг с другом общаемся то я вам скажу например гель сене иди-ка сюда или баксана посмотри-ка туда а если я хочу все-таки кому-то на вы уважительно например там к более взрослому человеку бабушки то я уже не скажу иди-ка сюда гель сене подойдите-ка сюда или баксана за посмотрите-ка сюда вот таким образом получается что мы делаем такую переходную форму между пожеланием повелением и условием очень употребимая в разговоре то есть не обижает человека в том плане что как повелительное наклонение не приказывает и звучит более мягко какие у нас еще могут быть особенности у условности условное наклонение может быть не только условным оно может быть еще и пожелательным то есть некоторые другие аффиксы могут передавать эту условность но в основном у нас разделяется на два типа то что я вам сказала на реальный тип и нереальный если мы хотим показать что это в реальных событиях сейчас у нас происходит в реальном времени то мы будем ставить реальные условия если у нас какие-то события никогда назад не вернуться мы жалеем о том что мы когда-то не сделали это у нас и является нереальным типом сейчас я потихонечку то не та табличка у нас было буду открывать по порядку сейчас одну секунду так это так нет сейчас минуточку до наделась вот реальный тип условной модальности что это за условная модальность это когда мы добавляем теперь аффикса не просто к самой основе глагола а мы будем добавлять его к настоящему времени это происходит сейчас в реальном времени и получается например раньше мы говорили как сказать ты это делаешь кто может сказать на турецком ты это делаешь сэн буну я пьюрсу правильно я пьюрсу а теперь если мы вместо сум добавим аффикса получится сан у нас поменяется одна буква только буну я пьюрсан то это уже будет если ты это делаешь буну я пьюрсан банан над если ты это делаешь расскажи мне я пьюрсан всего измена происходит в одной букве конушу йорсун разговариваешь конушу йорсан если ты разговариваешь он например вы с кем-то поругались не разговариваете но хотите узнать что-то про этого человека или про новости какие-то он лаконушу йорсан банан над если ты с ним разговариваешь расскажи мне а просто конушу йорсун это будет ты разговариваешь всего в данном случае изменяется видите я я пьюртан я пьюрсан о я пьюрсан бис я пьюрсак сис я пьюртан сонар я пьюр ларса здесь у нас са добавляется после нашего настоящего времени йор только теперь спряжение мы будем делать не как в настоящем времени а как у нас спрягается условное наклонение то есть здесь будет проходить форма спряжения такая как мы делали перед этим с вами вторая группа а нам и витим из льорса она ярдами джей если мама убирает дом то я и помогу кто хочет попробовать теперь в реальной модальности более близкой к делу как говорится форме в настоящим временем сделать условное наклонение давайте олег вы у нас смелый попробуйте новое предложение составить так я могу только если по примеру я не очень понял но так подскажем начинайте дэрс чаши йорса она ярдами джейм замечательно если мой ребенок занимается уроками я ему помогу хорошо отличный пример анна ханами хотите попробовать не придумаю даже не получается до любых куча условий если если мне дадут деньги я куплю мороженое давайте ну только если дадут это будущее будет мы еще не дошли сейчас настоящие если мне дали нет это тоже прошедшие прошедшие если у меня есть да дон дурма нет если у меня есть деньги ставим условия купить мороженое это основное наше предложение а предаточным у нас будет условие условия мы ставим начале если у меня есть деньги то куплю мороженое даже к слову вар можем добавить парам варса если у меня есть парам варса здесь можно уже любую в основном предложение а ладжа куплю парам варса дон дурма ладжам парам йокса дон дурма а ламам если у меня есть деньги я куплю мороженое а если у меня нет денег то не смогу купить варса и йокса тоже будет иметься в данном случае вар и йок у нас лексикомы которые заменяют глаголы поэтому к ним мы точно также можем добавлять варса это если у меня есть йокса если у меня нет дальше широкое время широкое время в реальной модальности тоже очень распространенная форма очень часто чаще всего при принимают ее я я раньше ширсам пикник если я завтра буду работать то на пикник и смогу пойти что у нас здесь за концепция здесь мы добавляем после широкого времени в широком времени у нас несколько вариантов окончаний если у нас на гласную заканчивается основа то мы там добавляли только букву ре и тогда будет окончание у нас рс если у нас односложное слово но заканчивается на согласную букву и там всего один слов то мы с вами ставили в широком времени окончание ар или э добавляли окончание времени и если у нас двусложные и более слова тогда мы добавляли ир ир ур ир а вот после них уже ставить теперь будем са бен сойлер сэм если я скажу сэн сойлер сэн если ты скажешь о сойлер сэ если он скажет бис сойлер сек если мы скажем сис сойлер сэнис если вы скажете и он лар сойлер лер сэ как вы обратили внимание что в первом случае что во втором у нас лар и лар и лар от глаголов остаются внутри са сэ мы выносим за не только вон лар сам личный аффикс у нас попадает внутрь она она мне правило римыза саи гэстер мэстер мэссэк бязем чхогларам изда визе сайли гёстер месли Если мы нашей маме, папе не будем выказывать уважение, то и наши дети не будут выказывать нам. Если я починю машину, но это классика. Если я завтра рано встану, я к тебе забегу. Если я рано лягу спать, то я рано встану. То есть это самое распространенное наше пользование широкого времени. И плюс, если мы еще теперь можем поставить условия, нам эта форма пригодится очень часто. Кто хочет попробовать с этой формой сделать предложение? Замечательно. Только не акшам, не один вечер, а акшам лары лучше сказать. То есть по вечерам, если есть не будем. Акшам лары это по вечерам. Акшам лары. Еще есть вариантики у кого-нибудь? Идем тогда дальше. Так, сейчас, минуточку. Так, продолжим. Следующая форма. Форма прошедшего времени. Дэй-ди-ду-дю. Если мы будем ставить теперь после прошедшего времени. Это у нас получится теперь добавлять придется через прокладку Е. После гласной будем ставить прокладку Е. Дэй-са. Тэй-са. Дэй-се. Тэй-се. Вот такие вот у нас будут окончания. Бэн. Я с дэй-сам. Если я это написал. Ну, например, самая главная классика. То, что больше всего любят использовать. Когда извиняешься, например. Если я тебя обидел, то прости меня. Сени. Уз дэй-сам. Афет. Уз дэй-сам. Сен яз дэй-сам. Если ты написал. О яз дэй-са. Если он написал. Бис яз дэй-са. Если мы написали. Сис яз дэй-сам. Если вы написали. Ион лар яз дэй-лар-са. То есть, это у нас получается действие, которое было в прошлом. Оно осталось в прошлом. Если я это в прошлом делал, то я дальше уже во втором предложении выкладываю, что я предлагаю с этим сделать. Если ты прочитал книгу, дай мне ее, пожалуйста. Если вы поняли эту тему, давайте переходить на следующую. Буй, ляч, доктор, то все эти. Если вам доктор не советовал этого лекарства, не пейте. Точно так же, как и во всех временах, с каждым из этих времен, в условной модальности мы вполне можем поставить отрицание. Это зависит от того, что мы хотим передать в контексте. Может быть, утверждение, может быть, отрицание. Ну, давайте попробуем теперь с прошедшим временем сделать предложение. Кто хочет попробовать? Так, я. Давайте. Хороший стимул. Если комнату убрал, можешь мороженое купить. Правильно? Купи мороженое. Твою комнату. Если свою комнату, то тогда оданы, ты свою комнату. Оданы. Темиз леди и сен. Темиз леди и сен. Дон дурма ау. Темиз. Это у нас там мягкие буквы. Темиз леди и сен. Дон дурма ау. Еще. Попробуйте сделать. Попробуйте сделать отрицательную форму. Если ты этого не делал. Каппадокия я. Гит меди и сен. Мутлака гит. Если вы не ездили в Каппадокию, обязательно съездите. Так, но так как у нас только Олег предложение предлагает, проходим дальше. Мышь. Это у нас услышанное или субъективное прошедшее время. И к нему мы тоже можем добавить условную модальность ца. Что у нас получается? Бен язмышца. Если я это когда-то и написал. Но я не помню, я сомневаюсь. То есть обычное применение нашего прошедшего субъективного времени. Когда я сомневаюсь, когда я не помнил, да еще и забыл. Так же и здесь происходит только теперь в виде условности. Если я это делал. Может быть я это делал. Я не помню, я не утверждаю. Как это звучит предложение? Мы не знаем, закончили они есть или нет. Но мы говорим, что... Ну если они закончили есть, то пусть тогда идут работать. Начинают. Ну если он так соскучился за мамой, то пусть позвонит ей. Я опять же преподаватель, например. И я не знаю, хорошо вы поработали над уроком или нет. И я говорю, если вы хорошо не позанимались, то тогда на этом экзамене вам будет сложненько. Вот здесь такая форма, что мы не знаем, совершено ли действие, не совершено ли. Мы об этом догадываемся. Или по какой-то причине мы могли забыть. Например, Если я не выключила утюг, то будут проблемы. Я не знаю. Это каждая проблема домохозяйки. Все меня поймут. Выходишь из дома и 25 раз думаешь, выключил ли ты чайник, выключил ли ты утюг. Как бы ты ни проверял, все равно остаются сомнения. Но давайте теперь попробуем с вашими сомнениями побороться. В чем вы сомневаетесь или не помните, какое-нибудь предложение сделаете. Если вы позанимались спортом, то отдохните. Мы же не знаем, позанимались или нет. На всякий случай так. Если позанимались, сидите и отдыхайте. Хорошо. Дальше. С будущим временем. Условная модальность в будущем. Это мы ставим себе условия с опережением времени. Придумываем, что мы будем делать в будущем. Если они будут читать. Как мы переводим эту форму? Если я буду это делать. Если вдруг я соберусь это делать. То есть мы уже теперь переходим в формат будущего. Уважника. Если ты собираешься спать. Давай я бы кучу свет. Ali и Фатма. Язын дюймин япачакласса. Эвде отурсун. Если Али и Фатма собираются летом делать свадьбу. То пусть они живут в этом доме. если ты не собираешься идти домой то сообщи об этом маме то есть как вы видите в разговорной жизни самое применимое предложение самая удобная фраза передать там условия передать нам наши если то есть если я не если ты не спишь я к тебе зайду если ты не голоден то иди сделай уроки если ты голоден я тебя покормлю и так далее если ты устал пойди поспит ну давайте от вас теперь олег у нас будет сегодня за всех а или места планерса пикне и джейс хорошо замечательно давайте и это вы сказали в широкой форме то планерса а в будущем именно то плана чакса айлями 100 плана чакса да чем отличается у нас форма широкого времени от форма будущего по смыслу в принципе они не суть дело то же самое по смыслу также но будущее время это у нас категорическое время которое вот точно буду делать если я говорю что я приду на день рождения то я точно собираюсь прийти на него а если я говорю в широкой форме времени то это значит приду постараюсь но не факт то есть может так получится что я не смогу прийти но я буду стараться например я донги не гели рим гели рим это я постараюсь думаю приду а гели джейм это я буду однозначно гели джейм это как точно буду подтвердить моих действий дальше у нас идут нереальные типы модальности что значит нереальный тип модальности здесь мы поменяли местами обратите внимание в реальном типе у нас было дей са то есть ты это сделал если ты это если ты сделал уроки а здесь яб сайден но взял бы да и сделал почему этот тип нереальный нереальная она потому что никогда не наступят действия про которые мы говорим они остались уже далеко в прошлом здесь у нас появится частица кешки кешки как говорят турки шайтан кель шайтан кель шайтан кель и меси то есть слова дьявола дьявол нас заставляет всю дорогу мол по турецким мыслям причитать о том что мы упустили за возможности о том что мы могли сделать и не сделали поэтому вот в нереальном типе модальности мы все время будем использовать какие-то выражения которые у нас никогда не произойдут но всегда у человека остается когда сказать как будто нам станет легче если мы это проговорим например грустный примерчик конечно но произошла например авария и вы там пострадали а потом сидите думаете да лучше бы я туда не ходил вот так и звучит нереальный тип модальности вы уже пошли с вами уже произошло что произошло но нам людям свойственно причитать ему поэтому с ним лучше бы я этого не делал лучше бы я туда не ходил лучше бы я это не покупал я думаю многие из вас себе говорили такие фразы и как это выразить по-турецки при помощи условной модальности только в нереальном типе здесь мы сначала будем ставить условия то есть аффикс условного наклонения потом будем так как после гласный добавлять через прокладку и аффикс прошедшего времени а рассайдин лучше бы я позвонил цен а рассайдин взял бы дай позвонил ты а рассайды ох если бы он позвонил без арасаиды лучше бы мы позвонили сис арасаиды но вы бы взяли и позвонили и он араса ларды так взяли бы они и позвонили эйр сныфом и дичь мэсэй дим бабам банаписи 5 алмазды если бы я не прошел ну не закончил класс то папа мне велосипед не купил то есть он уже явно закончил прошел класс и папа ему купил и теперь он говорит о том что бы могло случиться если бы этого не было то есть нереальный тип самая лучший такой пример этого нереального типа ох если бы я умел летать уча у куча биль сейден вот бы я мог летать араба алсаиды если бы я купил машину если бы погода распогодилась мы бы пошли на пикник что значит распогодилась погода у нас может быть как ни странно как дверь или как окно может быть открытая это ясная светлая погода и хава копалы пасмурная облачная копалы вот когда говорят хава очилды это когда весь день было пасмурно облака кругом такие тот раз солнце вышло посветлило это говорят хава очилды хава очсайды пикник и дичектик такси бен цейдин ищины за маны дает еще билирты если ты сел на такси ты бы успел на работу а так как мы это говорим нереальной модальности значит явно он уже опоздал и уже получил свое наказание ну давайте с вас теперь по нереальной какой-нибудь модальности так пара казан сайдом а врубая гиде чек ты замечательно казан сайды еще давайте у нас сегодня бедный олег за всех отдувает анна ирина кто-нибудь по предложению это ж наше любимое причитание вот лучше б я закончила институт или например какое там еще можно сказать лучше б я туда не ехала ну хорошо продолжаем дальше новые примерчики пока не созрели со словом кешки как мы используем слово кешки кешки вот она у нас написано простое такое слово обозначает она просто добавляет нашего сожаления о том что мы уже упустили кешки долго не партис не он за чар сайды эх лучше бы я его тоже позвал на свое рождение кешки кешки орэгит месейда то лучше б я туда не ходил кешки дичангил араба алсайдик блин лучше было в прошлом году машину купили сейчас в турции это вообще актуально с нижними ценами эх лучше бы я сделал что-либо раньше вот это добавляется наше слово кешки есть у нас такой хороший оборот даже если даже если я это и сделал все равно бы не получилось или например все равно было так как есть тоже состоит из условности каким образом мы ставим простое условное наклонение и после этого добавляем да или d яб сам да даже если я это и сделаю яб сам да бир фай даю даже если это сделал никакой от этого пользу яб сам да и мсмд килограммы набираем ем не ем все равно толстея и смд и мсмд то есть даже если я буду есть даже если я не буду есть все равно килограммы набираем ем как это выглядит у нас полиция бен герушьсэм дэ если я даже и буду встречаться сэм герушьсэм дэ даже если ты будешь не видеться встречаться о герушьсэм дэ бис герушьсэм дэ стис герушьсэм дэ и онлар герушьсэлэр дэ вот таким образом мы можем выразить что даже если бы было бы так то все равно выходит по-другому сейчас у меня и должна быть тут табличка даже если даже если где было больше примерчиков сейчас посмотрю так вот ну нет здесь тот же самый вариант баксак бакмасак баксак да бакмасак да мы можем использовать одновременно чтобы показать что ничего не меняет из нашего события таким образом что хоть делай хоть не делай как у нас говорят тогда мы используем одновременно и утвердительную и отрицательную форму этого оборота даже если или даже если бы ну попробуйте теперь сделать такой оборот и использовать форму даже если окусам простое условное наклонение не в условной модальности а само условное наклонение там нам не нужно временной акции то есть сразу после основы ставим окусам да окусам да и не да анламам все равно не поймете то есть даже если я и прочитаю книгу все равно ничего не поймете даже если тебе и расскажу все равно слушать не будешь даже если мы и поговорим все равно ничего не изменится вот такая вот очень полезная форма ну по крайней мере я думаю что сегодня вы узнали чем отличается условная модальность в реальном типе условная модальность в нереальном типе теперь вы знаете что условия у нас бывают разные бывают условия выполнимые и невыполнимые даже если оборот есть который даже если мы все равно что-то пытаемся делать то у нас все равно получается так как получается и думаю у вас теперь будет новый вариант выражения ваших мыслей То есть теперь вы сможете пользоваться вариантом «если», оборотом «если». Ну, а на сегодня все. Ждем всех на следующее наше занятие. Будем рады всех видеть. До свидания.